МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В эфире служба новостей Саров-24. В студии Екатерина Пёнова. Здравствуйте. Смотрите сегодня в выпуске. Очередной долгострой, когда сдадут дорогу на Чапаева. Время отдыха и развлечений. Чем детям заняться в каникулы. Лучшая спортивная организация. Спортивная школа Олимпийского резерва АТОМ вышла в финал всероссийского конкурса. Далее расскажем обо всем подробно. Дорогу к строящейся детской поликлинике на улице Чапаева планируют сдать в эксплуатацию в следующем году. Сейчас на объекте ДЭП выполняет подготовительные работы, которые в соответствии с контрактом должны закончить до 9 декабря. Подробности далее. Работы по строительству дороги к детской поликлинике на улице Чапаева скоро возобновятся. ДЭП заключил контракт с управлением капитального строительства и сейчас везет подготовку территории, убирает древесину и строительный мусор. Все подготовительные работы должны завершить в соответствии с контрактом до 9 декабря. А проектом предусмотрены следующие виды работ. Перекладка двух сетей водопровода, прокладка будет присутствовать в футлярах, вынос кабеля связи, реконструкция электропередачи освещения, то есть работы по устройству заново тех коммуникаций, которые уложены или находятся в зоне строительства этой дороги. До начала зимы ДЭП также выполнит и щебеночные работы. Укладка асфальта и дача проекта в эксплуатацию запланированы на следующий год. На участке дороги длиной 497 метров предусмотрены два остановочных кармана для общественного транспорта, двусторонние тротуары. В этом году дорожное эксплуатационное предприятие уже завершило два объекта городского пространства – сквер Номира и детский парк по улице Сосина. Все предусмотренные работы сотрудники выполнили в срок в полном объеме. Сейчас в парке ведут корректировку систем наблюдения. Немножко осталось выполнить работы по настрою видеосистемы наблюдения. Значит, у нас две-три камеры сейчас еще не подключены. Но на днях уже суподрядчик наш заверил, что система будет работать и функционировать полностью в хорошем виде и в полном объеме. Напоминаем, что работы по благоустройству сквера и парка прошли в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды». Светлана Юрунова, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей Саров, 24. Субсидии и компенсации на оплату жилья и коммунальных услуг будут зачислять на карту МИР. Как указано в законе о национальной платежной системе, банки при осуществлении этих выплат обязаны предоставлять клиентам только национальные платежные инструменты. При этом у банка должен быть как минимум один вид платежной карты МИР, за представление и годовое обслуживание которой за выдачу наличности плата с клиентов не взимается. В последние годы идет полномерный перевод различных социальных выплат на платежную систему МИР, отмечает эксперт Народного фронта Павел Склинчук. Делается это и соображение безопасности в связи с санкционным давлением на российские банки. Каких-либо проблем у получателей выплат не возникнет, считает он. Общественный помощник уполномоченных по правам человека и по правам ребенка Екатерина Скворцова проведет 2 ноября личный прием граждан. Встреча будет проходить в здании администрации, кабинет 102 с 16 до 17.30. Необходима предварительная запись по телефону 99028. Другая важная информация в подборке коротких новостей. Центробанк дает возможность мобилизованным досрочно расторгнуть договор ОСАГО и вернуть часть уплаченной страховой премии. Для этого нужно обратиться в страховую компанию с соответствующим заявлением. Это можно сделать лично в офисе или на сайте, а также через доверенное лицо по нотариальной доверенности, в которой упоминается право досрочного расторжения договора. Абитуриенты, которые отслужили в армии при поступлении в УЗ, будут получать дополнительные баллы. Депутат Госдумы Ольга Казакова сообщила, что это будет касаться всех учебных заведений, независимо от наличия военной кафедры. Сейчас такие преимущества абитуриенты получают за индивидуальные интеллектуальные и спортивные творческие достижения. Законопроект – это один из шагов, чтобы подчеркнуть отношение к человеку, отслужившему в армии, заключила Казакова. Маяковка приняла участие в всероссийском конкурсе «Лучшие практики библиотек по сохранению, развитию и популяризации истории и культуры российского казачества». На конкурс в номинацию «Лучший медиапроект» царовские библиотекари представили обзор художественной и книжно-иллюстративной выставки «Судьба казачья с родиной слита». Их работа заняла второе место. Волонтерский центр «Радость моя» присоединился к общественному движению «Золотые руки ангела». Его активисты занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 85 городах России. О том, как будет организована работа в Сарове, узнала наша съемочная группа. «Золотые руки ангела» – общественное движение волонтеров, которые занимаются изготовлением тактических носилок для фронта более чем в 85 городах России. Такой центр есть и в Дивееве. Там 12 женщин за 4 месяца отшили 120 носилок и планируют расширять производство. К этому доброму делу хотят присоединиться и активисты Саровского волонтерского центра «Радость моя». Сейчас самое главное – это организационный процесс. У нас вот завтра поездка в Дивеево. Нам там делятся с нами Дивеевские. Они же первые включились в это движение. Они уже 4 месяца шьют. Вот они делятся с нами сейчас машинками. Потом к нас в группу вошли те, у кого тоже есть, например, оверлоки и более профессиональная тоже техника. У нас здесь есть машинки, но они все-таки для домашнего пошива. Сейчас в центре готовят помещение для работы. Шить начнут в ближайшие дни. Но пока не носилки. Для их изготовления нужна специальная техника, которой у волонтеров нет. В Сарове планируют шить подсумки, утепленные балаклавы, плащ-палатки. Точно определятся после консультации с Дивеевскими волонтерами. И мы, конечно, будем же и сбор теплых носок, перчаток для военных тоже осуществлять. Если кто-то вяжет и хочет к этому делу присоединиться, тоже надо к нам, как говорится, присоединяться. У нас целью в ноябре отправить транспорт. То есть у нас меньше месяца, для того, чтобы что-то сделать. Поэтому надо активно работать. Все, кто хочет присоединиться к активистам волонтерского центра, могут получить информацию по телефону плюс 7 906 353 46 37. Союз Сердец и Судеб Центр развития культуры и искусства Сарова приглашает супружеские пары города отметить юбилеи семейной жизни. Как принять участие в празднике, выясняла наша съемочная группа. Праздник чествования семейных юбилеев под названием Союз Сердец и Судеб стал для города доброй традицией. На протяжении нескольких лет Центр развития культуры и искусства проводит мероприятие, направленное на сохранение семейных ценностей. На торжественной церемонии поздравляются супружеские пары, которые прожили вместе от 25 и более лет. На этот праздник мы приглашаем пары, которые отмечают свои семейные юбилеи, то есть начиная с 25 лет, кратно 5 годам, то есть 25, 30, 35 и так далее, принять участие в данном празднике чествования. Естественно, мы ждем в гости и тех, кто прожили больше 50-60 лет. Праздник чествования юбиляров супружеской жизни всегда проходит по индивидуальному сценарию. На празднике гости познакомятся как с новыми парами, так и с участниками прошлых лет, узнают их истории и семейные традиции. А сами виновники торжества смогут поделиться своим житейским опытом, а также показать творческие номера. После награждения пройдет концертная программа с выступлением артистов города. В этот вечер их будем поздравлять мы. Будут поздравлять и дарить им массу теплых слов, конечно же, первые лица нашего города, общественные активисты, общественных организаций нашего города. И все те, кто пожелает поздравить тех или иных участников данного события, допустим, может быть, их коллеги или же их родственники тоже вместе с ними придут на этот праздник. Для участия в празднике чествования необходимо заполнить анкету, которая размещена на сайте Департамента культуры и искусства artsarov.rf в разделе «Центр развития культуры и искусства» до 7 ноября. Заполненную анкету можно принести в Дом молодежи или отправить на адрес электронной почты, указанной в анкете. Торжественное мероприятие «Союз сердец и судеб» в этом году состоится 1 декабря в Большом зале Дома молодежи. Начало в 18 часов. За информацией обращайтесь по телефону 98252. Дерево рассказывает сказки. В Маяковке открылась новая выставка. В экспозиции представлена работа учеников и преподавателей Детской школы искусств номер 2. Окунуться в сказку приглашает Саровчан библиотека имени Маяковского и Детской школы искусств номер 2. В преддверии ночи искусств, в рамках Года народного искусства и нематериального культурного наследия народов России, в Маяковке открылась выставка художественной резьбы по дереву в Абрамцево-Кудринском геометрическом стилях и Татьянке. Есть и маркетри. Все работы выполнили преподаватели и воспитанники Детской школы искусств номер 2. Здесь представлены панно, шкатулки, разделочные доски. Ну, это все декоративный вариант. Также представлена, есть работа лоток. Это как в древние времена подавали хлеб с солью. Вот этот сам поднос называется так. Особое место на выставке занимают изображения в технике маркетри. Выполняли эти сложные произведения преподаватели. На каждое такое полотно уходит много времени. Работа требует внимательности и усидчивости. Берется сам эскиз на бумаге и вырезается небольшой фрагмент. Подкладывается древесина, направление волокон, цвет, тон. Вырезается специальными ножами, резцами и приклеивается на гумирную ленту. Дальше эта вся картина прессуется на основу и вышлифовывается. Маркетри выполняют и дети, но у них работы более простые. Они начинают с подставок под горячие или шахматных досок. Учатся подбирать цветовую гамму, направлять волокна. Выставка «Дерево рассказывает сказки» в Маяковке продлится до конца ноября. Познакомиться с ней можно в часы работы библиотеки и на ночь искусств 2 ноября без возрастных ограничений. 28 октября в школах начинаются каникулы. Учеждения города подготовили для ребят обширную программу. Детей ждут и в музеях, и в библиотеках. О мероприятиях в Пушкинке расскажем далее. Квесты, игры, конкурсы, викторина, мастер-классы, концерты и литературные погружения. Программа мероприятий в Пушкинке на каникулы, как всегда, насыщена. Каждый будний день с 28 октября библиотека ждет ребят любого возраста с утра и до вечера. Откроют каникулы встречи друзей. Здравствуйте, библиотеки! Мы иногда не задумываемся о том, какое значение имеет приветствие в жизни каждого из нас. И мы хотим рассказать ребятам о том, что на самом деле до сих пор в нашей жизни используется очень много таких ритуалов и традиций, которые скрывают в себе глубочайшие смыслы. Мы начнем как раз именно с этого мероприятия, для того, чтобы показать ребятам, как важно, чтобы мы были вместе, потому что это помогает решать любые задачи. Неизменными спутниками каникулярных мероприятий в этом году станут котики. Игрушечные пушистики появились в Пушкинке совсем недавно и уже успели полюбиться и детям, и взрослым. Вместе с ними можно будет порисовать, заняться творчеством, почитать интересные книги про котов и порешать кошачьи задачи. Есть и другие нововведения. Например, читальный зал младшего абонемента переоборудовали в зал маленьких первооткрывателей. И во время каникул дети будут познавать здесь тайны природы. В течение всех каникул, начиная с утра и до закрытия библиотеки, можно будет прийти в этот зал для того, чтобы стать участниками интересных научных экспериментов. То есть каждый ребенок, по сути дела, сможет провести какие-то необычные опыты, ну и, конечно, для себя сделать какие-то важные открытия окружающего мира. На сенние каникулы выпадает праздник День народного единства. К этой памятной дате Пушкинка готовит особую программу. Детям расскажут о героизме Казьмы Минина и Дмитрия Пожарского. Но это будет не обычная лекция в зале, а настоящая игра-квест, чтобы ребята могли погрузиться в историю и представить, насколько непростой была победа и какой подвиг совершили нижегородцы. Я надеюсь, что все, кто захотят посетить детскую библиотеку Пушкина вне школьных каникул, найдут для себя здесь интересное занятие. Также по давней традиции в каникулу в Пушкинке пройдет концерт учеников и преподавателей детской школы искусств. Свою программу школьникам предложат и структурные подразделения библиотеки. Все мероприятия для лиц старше шести лет. Подробный перечень есть на сайте библиотеки и в группе ВКонтакте. Екатерина Пенова, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей Саров-24. Спортивная школа Олимпийского резерва «Атом» вышла в финал второго всероссийского конкурса цифровой трансформации, посвященного цифровизации российского спорта. Заявки на участие отправили 206 тренеров, 207 администраторов, 106 спортивных организаций со всей страны. Саровское учреждение стало номинантом как лучшая спортивная организация. «Мойспорт» – удобная цифровая платформа с простым интерфейсом для спортивных учреждений, в которой доступно расписание занятий, оценки и комментарии тренера, результаты всех контрольно-переводных нормативов и аттестаций. 65 регионов успешно используют программу «Мойспорт». С августа на нее перешла и спортивная школа Олимпийского резерва «Атом». В принципе, можно сказать, что мы ее освоили. То есть, конечно, возникает некоторый вопрос, потому что платформа совершенствуется, но в то же время работать стало очень легко. Здесь все прозрачно, все видно, скажем так, все в доступе. И журналы тренеров, и видно посещаемость хорошую. В любой момент можно скачать ту отчетность, которая необходима для дальнейшей работы. Татьяна Вавилкина приняла участие в семинаре «Цифровая трансформация» организации в сфере физической культуры и спорта в Москве. В рамках семинара прошло пленарное заседание и круглые столы с участием руководителей органов государственной власти, представителей общероссийских спортивных федераций, экспертов в области цифровизации спорта. Также на семинаре подвели итоги второго всероссийского конкурса «Цифровая трансформация российского спорта-2022». «На конкурс было подано более 600 заявок, а если быть точным, то 648 заявок. И номинанты этого конкурса, это 150 человек, были приглашены в Москву для награждения. И вот очень хорошо и очень рада, что наша школа стала номинантом этого конкурса». Спортивную школу Олимпийского резерва отметили в номинации «Лучшая спортивная организация». Анна Пилипец, Евгений Шикарев, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24. И это все, о чем мы успели рассказать сегодня. Следите за новостями города в группах «Канал-16» в социальных сетях ВКонтакте «Одноклассники». Там же вы найдете все информационные выпуски, авторские программы. В студии работала Екатерина Пенова. Всего вам доброго и хороших вам новостей. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА